Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. На календаре у нас 4 апреля, вторник. Мы постепенно движемся к пятнице, дню, когда американские статистики предложат нам проанализировать состояние американского сектора рынка труда. Отчет Non-Farm Parals сейчас имеет очень важное значение, поскольку мы хотим получить еще больше сигналов со стороны макроэкономических данных, которые непременно оказывают очень большой вклад в решение американского регулятора по процентным ставкам. Хорошо то, что мы не поторопились с покупками американца. Я делал на это акцент еще в конце прошлой недели. Мы начали, собственно, эту пятитневку с этого. Правильно поступили, потому что, судя по вчерашней динамике, да и, в принципе, по текущему настрою доллара против иены, нет пока железобетонных поводов, чтобы подрасти и снова вернуться в район хотя бы 112. Поэтому, друзья, как и раньше, давайте до слома вот этого рыночного позиционирования, которого, очевидно, еще не произошло, не будем торопиться с длинными позициями и поддержим сэллы с возможностью даже ухода пары ниже 110. Об американцах мы, безусловно, поговорим и сегодня, продолжим говорить и на следующих брифингах, но давайте сначала разберем ситуацию, сложившуюся на рынке нефти. Клосс вчерашнего дня 5308, сейчас актив торгуется чуть повыше 5310. В целом, нефть снижается, первая торговая сессия оказалась неудачной для покупателей. Мы увидели на днем как разворот, возможно, даже если подключить технику, эта освечка создает очень хорошие условия для интерпретации сигнала, как, собственно, классика Билла Вильямса, там с ангуляцией, противоположный свет, была бы еще тень повыше, было бы еще круче. Но будем довольствоваться тем, что есть. И в данном случае я хочу обратить ваше внимание на изменения, которые произошли в новостном фоне, изменения, которые не позволили трейдерам и дальше делать ставку на покупки этого актива. К сожалению, в понедельник у меня не было возможности обратить ваше внимание на этот новостной фон, поскольку в целом мне его не удалось обнаружить. И вот только к вечеру понедельника стали о нем активно говорить. Напоминаю то, что на прошлой неделе мы видели, как цены на нефть достигли трехнедельного максимума. И одной из причин такой позитивной динамики были сообщения о вооруженном конфликте, очередном на Ближнем Востоке в Ливии, который привел к блокированию работы нефтепроводов и одного из самых важных месторождений. Не буду врать, не помню, как она называется, наверное, это не суть, но то, что под угрозой были экспортные поставки на 250 тысяч баррелей в сутки, это важно, это значительная цифра. И я, опять же, обращал внимание на то, что эти конфликты, они очень быстро на рынке появляются, также быстро сходят на нет, решаются. В данном случае последние новости гласят то, что Ливия смогла, точнее, опять же, правительственные войска взять контроль над данным месторождением, конфликт решен, и за минувшие выходные Ливия снова нарастила объемы добычи до 700 тысяч баррелей в сутки, вернувшись к тем показателям, которые были до этого боестолкновения. Напоминаю то, что это позитивный фактор, который связан с тем, что Ливия у нас, как и всегда, остается регионом, увеличивающим предложение, регионом, который не участвует в сделке ОПЕК по ограничению производства, и регионом, который руководствует с очень амбициозными планами поднять добычу. По, опять же, прошлым прогнозам месячной давности, есть амбиции у ливийского правительства увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки уже в рамках этого месяца. Чтобы далеко не ходить по планам добычи по штатам, здесь трудно сказать, у них нет какого-то приблизительного потолка, мы видим, как растут неуклонные технические терминалы, это сказывается на объемах добычи. А вот по Саудовской Аравии есть также цель, плюс 150 тысяч планируют поднять по добыче в рамках апреля. Месяц у нас, друзья, начался, мы ждем, как эти планы будут реализовываться, и ждем еще большего количества сигналов для нас, как для продавцов, потому что они нам очень важны. Еще один фактор, который сохраняет свою актуальность, это ожидание продления действия энергетического факта. Да, и с этим пока Афоном, может быть, бороться пока что нечему, но в данном случае я ориентирую вас на то, что мы не сомневались и ранее, что сделка может быть продлина, но лишь сомневаемся в том, что будет ли она эффективна, как текущее соглашение и, в принципе, текущие договоренности, которые были достигнуты и представителями ОПЕК, и, соответственно, теми, кто не вхожил организацию эту, но также присоединился к этой инициативе. Поэтому этот новостной фон лично для меня субъективно не является определяющим. Я не вижу в нем причин для дальнейшего роста котировок нефти. Я больше склоняюсь к тому, что стоит посматривать на рост добычи в Штатах, стоит регулярно, каждую неделю констатировать рост количества нефтяных терминалов. Спасибо отчетам Бейкер-Хьюз. Уже 11 недель подряд у нас они неуклонно растут, и уверен, что ситуация не изменится. Статистика по запасам снова у нас актуальна, поскольку сегодня у нас в 23.30 очередной отчет от Американского института нефти. Я, друзья, снова жду прироста. И меня особо не интересует вопрос, насколько этот рост будет серьезным. Больше миллиона, больше двух, чуть меньше миллиона. Меня волнует только одно. И интересует, чтобы эта статистика была со знаком плюс. И запасы от Американского института нефти позволят нам настроиться на рост запасов от официальных данных и говорить о том, что исторические запасы снова перепишут максимум в Штатах и, наверное, станут причиной еще больших распродаж. Надеюсь, то, что вчерашняя коррекция – это не просто так, это снова, опять же, явно демонстрация настроения медведей, которые будут постепенно снова снижать актив в район поддержки 50 долларов за баррель. Рубль 56.10, волатильность пока чуть снизилась. Куда может добраться рубль в ближайшее время? Без, опять же, тестирования брендом поддержки 50 долларов за баррель. Может быть, даже пара коснется и поддержки 55 рублей за американца. Но это уже будет совсем экстремальное значение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Возможно, девальвация пойдет и, собственно, восходящее движение уже с уровней недалеко от текущих, которые мы видим на своих терминалах. Дальше идем. Фунт против американца. Вот здесь самое интересное у нас, скорее всего, еще впереди. Но то, что фунт начинает болезненно реагировать на все последствия, связанные с выходом из состава Европейского Союза, это уже совершенно очевидно. Сейчас котировки, друзья, у нас 1,2460, может быть, даже уже пониже, поскольку, когда я, в принципе, готовился к брифингу, я видел, как фунт начинал снижаться против американца. Причин стоит отметить, опять же, вкупе со вчерашними распродажами публикацию данных по индексу деоактивности в производственном секторе. Те, кто надеялся увидеть хорошие цифры, были разочарованы, потому что статистика удручающая. 54,2 с 54,6. Казалось бы, спад по сравнению с прошлым не такой уж катастрофический. Но самое важное то, что это тенденция уже. Это тенденция, которая ведет этот индекс постепенно к планке 50, отделяющей восстановление от стагнации, хотя для Англии можно говорить и о потенциале рецессии. Я не думаю то, что британские промышленники, опять же, на фоне отсутствия уверенности в сохранении доступа к единому европейскому рынку, будут столь же оптимистичны в плане развития промышленности, производства и спроса, который был раньше, когда Англия все-таки обладала статусом члена Европейского Союза. Сейчас настроения уже потихоньку начинают затухать. И все это будет приводить к негативу в показателях и, надеюсь, к негативу в плане динамики национальной валюты. Дополнительное давление на фунт оказывает еще неопределенности по переговорам о процедуре Брекзита. Она была усилена еще комментариями и пяточными министр финансов Германии Шойбле, который, опять же, высказался по очень низким шансам того, что Англия все-таки сохранит доступ к единому европейскому рынку. Мы сейчас с вами понимаем, что переговорческие процессы будут очень затянутыми. Я думаю, что они явно будут не безоблачными. В частности, очень много разногласий. Не нужно питать каких-либо иллюзий, связанных с тем, что стороны будут максимально лояльны друг к другу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы уже видим, как есть очевидные разногласия и, возможно, даже разногласия, скажем так, непреодолимой силы. Ну, может быть, я ошибаюсь, но пока, опять же, обсуждение того самого транша, который должен был быть произведен со стороны Англии в адрес Еврогруппы на 50 миллиардов фунтов, скажем так, как компенсация экономического ущерба за нарушение целостности Европейского Союза, этот транш под вопросом, и Англия не собирается его гасить, то есть не собирается выплачивать эту сумму. Продолжим следить, собственно, и за этим развитием событий. Но я думаю, то, что мы смело можем говорить о том, что вот этот переговорческий процесс будет затянутым, и я думаю, то, что болезнен для национальной валюты. Может быть, распродажи, опять же, которые мы наблюдаем сейчас, это тоже следствие каких-либо дополнительных новостных комментариев. Я обещаю вам то, что я помониторю ситуацию новостную сегодня и завтра поделюсь с вами интересной информацией, если она будет. Важно сейчас только то, что фунт снижается. Это полностью соответствует нашим с вами ожиданиям и нашим с вами прогнозам. Я считаю то, что фунт продолжит корректироваться и может добраться до поддержки 1.22-1.21, и цель максимум это 1.27. Доллар японская иена. Американец вчера имел возможность подрасти на очередном блоке сильных данных. Индекс АСМ в производственном секторе 57.2 против прогноза 57. Минус разгона инфляции АСМ также с 68, рост до 75. Расходы на строительство 0,8%. Рост, между прочим, максимальный с 2006 года против прошлого минус 0,4%. И еще одно выступление представителя ФРС Харпера, который также отметил готовность голосовать за повышение процентной ставки, разделяет эту позицию, считает, что экономика к этому готова. Ставки нужно повышать. Но увидели ли мы рост доллара в рамках торговой сессии? Нет. И нужно, опять же, искать причину, почему американская валюта не отреагировала логичным, позитивным образом на такие же позитивные макроэкономические данные. Дело в том, что, друзья, американец по-прежнему не отходит, опять же, от рисков политического характера. Тем более, что эти риски вчера были усилены еще, опять же, очень, на мой взгляд, агрессивными комментариями Трампа, который сообщил о том, что на форуме, который посвящен будет китайско-американским отношениям, он пройдет в четверг, а в пятницу на этой неделе, Трамп попросит у Пекина придерживаться более жесткой позиции по ядерной проблематике КНДР. Соответственно, в этом трейдеры снова увидели какие-то агрессивные шаги, которые можно будет интерпретировать как еще одно проявление протекционизма. И, как я говорил, есть сейчас две возможности торговать два новостных фона американцам. Это те, кто все-таки больше фокусируется на монетарную политику и ждет повышения процентной ставки. Это, безусловно, долгосрочные покупки доллара. И тем, кто понимает, что политика тоже является определяющей. До тех пор, пока мы снова не переключим своего внимания в политическом плане с протекционизма Трампа к фискальным мерам экономического стимулирования, у доллара не будет возможности расти на этом фундаменте. Поэтому я рекомендовал вам продажи. Каким образом Трамп собирается надавить на Китай, но лично мне не ясно. Опять же, он отметил то, что будут использоваться какие-то дополнительные торговые барьеры, мотиваторы для Китая. Сработают они или нет, неизвестно. Но посмотрим. Посмотрим вообще за риторикой, насколько и в каком ключе будут проходить эти переговоры, и какие результаты их будут. В частности, результаты будут в пятницу. В пятницу у нас еще Non-Farm Parals. Вот еще одно знаменательное событие. Посмотрим, какой новостной фон сильнее. Матроэкономическая статистика, либо политические, опять же, высказывания и лозунги. Пока придерживаемся короткой позиции. И я думаю, что пара может оказаться даже ниже отметки 110 иен против американца. Кто-то может сказать, что вчерашняя слабость доллара была следствием не совсем тривиальной ситуации по продажам автомобилей, которые просели в прошлом месяце практически до минимума за последние два года. Но я хочу поделиться с вами таким, ну, не инсайдом, а дополнительной информацией для общего развития. У меня, опять же, есть знакомый, у которого сервис и автосалон поддержанных автомобилей. Так вот, по его словам, за последние три месяца наблюдается снижение цен на поддержанные автомобили. И это самый затяжной и значительный по проценту, опять же, спаду в эквиваленте автомобилей, стоимостной, за последние лет 5-6. То есть, здесь можно сделать логичный вывод о том, что снижение цен на поддержанные автомобили, опять же, заставляет, точнее, не заставляет, а позволяет потребителям рассмотреть возможность приобретения именно их, нежели делать ставку на новые. Это так, как мое личное наблюдение. Возможно, оно не имеет ничего общего с реальностью, но все-таки, как дополнительная информация, думаю, будет не лишним. Евро снижается, европейская валюта находится под давлением все тех же самых факторов. Это снижение вероятности того, что ЭЦБ будет выходить из экономических стимулов. Вчера, собственно, это подтвердил еще главный экономист Европейского центрального банка, Питер Пратт, который отметил то, что мягкая экономическая политика будет характерна для ЭЦБ, как минимум до конца этого года. Спасибо ему. Продолжаем шоржить эти евро. Австралиец. Сегодня ставка утром, несколько часов назад, можно даже сказать, полтора процента, как и ожидалось, без изменений. Мы настраивались сразу на сопроводительное заявление. Я предложил вам поставить на коррекцию с этим австралийцем. Мы были правы, потому что сопроводительное заявление было в том самом ключе, в котором хотелось бы услышать эти самые комментарии по денежно-кредитной политике. И, в частности, тезисы гласят следующее, то, что дорогая валюта не нужна, дорогая валюта осложняет и увеличивает сроки достижения целевых значений и ориентиров по многим параметрам денежно-кредитной политики. Также руководство Резервного банка Австралии еще обратило внимание общественности на актуальные проблемы на рынке недвижимости, на недостаточный рост заработных вклад и, самое важное, на проблему роста задолженности. И, к сожалению, рост задолженности сейчас опережает рост дохода в домохозяйстве. Это серьезная проблема, ее не нужно игнорировать. Я надеюсь, что такая риторика, опять же, между строк, если ее анализировать, это сигнал того, что мягкая экономическая политика продолжится. И спасибо сейчас Резервному банку Австралии, который, по сути, произвел вербальные интервенции, надеюсь, то, что они позволят австралийцу сейчас не просто скорректироваться на несколько десятков пунктов, получить импульс для дальнейшего снижения. Новозеландец в целом тоже должен корректироваться и будет корректироваться. Сегодня из важных отчетов, данные по молочному аукциону, возможно, ситуация изменится в этот раз, но я придерживаюсь традиционно ослабых цифр по нему. Соответственно, снижение цен на то же самое сухое молоко может стать еще одной причиной очередного расхождения в показателях торгового баланса, оказать давление на новозеландца. Золото выросло из-за слабости доллара. Вчера СНП чуть просел, опять же, не получив достаточно позитивных данных по макроэкономической статистике или, быть может, так же, как и мы, больше обратив внимание на протекционистские комментарии со стороны Трампа. По золоту мы хотим, конечно же, лично я, встать в шорт, но пока форсировать события не будем, до тех пор, пока картина не прояснится в отношении доллара. Для золота сейчас именно американцы являются определяющими. А что касается американского фондового рынка, здесь не нужно сомневаться в том, что это лишь обычная сессия, распродаж, которая пошла за сессией роста. Тренд восходящий сохраняется, и мы снова идем на то, что с претензией на перепись новых исторических максимумов и хайов. Из важных событий сегодняшнего дня в 11.30 индекс активности в строительстве в Англии. Трейдеры следят за статистикой, обращают сейчас на нее большое внимание. Вчера индекс производственной активности стал поводом для распродаж фунта. Может быть, в случае слабых данных сегодня по строительству, мы увидим еще один импульс давления. В 15.30 торговый баланс Канады. Малочный аукцион, пока по времени точно вам сказать не могу, если он вас интересует, и вы торгуете новозеландцем, помониторите сегодня экономический календарь, думаю, время уточнят. В 20.30 запасы нефти, ждем прироста, ждем давления на котировки нефти, ждем, чтобы бренд снова смещался в район 50 долларов за баррель. На этом, собственно, все, друзья. Если есть вопросы, как и всегда, можете оставлять их на канале на YouTube. Помимо этого, не забывайте подписываться на канал и не забывайте ставить большие пальцы, а ниже лайки, которые, как и всегда, имеют очень большое значение для выступающего, в данном случае для меня, и я буду искренне вам благодарен и признателен за это. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.